Турма взять Кребель с унерфатором, бывшим преступником Ельцины! Почти 20 лет назад с такими взрывными лозунгами сторонники Верховного Совета пытались свергнуть престолы первого президента России Бориса Ельцина. Операция провалилась, но дата 4 октября отныне стала черным днем календаря. Тогда же в 93-м была спешно принята Ельцинская конституция, направленная на укрепление позиций правящей верхушки. В борьбе с союзным руководством упор Ельциным и его окружением был сделан на изменение действовавшей конституции, то есть включение в нее главы о президенте Российской Федерации на основе референдума 17 марта 1991 года. Вместо доработки и подготовки к принятию новой конституции, как была обещана Декларация о государственном суверенитете, они бросились на вот это президентство. Кандидат юридических наук Олег Румянцев в начале 90-х участвовал в разработке нового основного закона страны. Сегодня он, с сожалению, вспоминает это время. По мнению юриста, попав в руки ельцинского окружения, проект парламентской республики превратился в основание для создания мощной вертикали власти. Возникла тупиковая ситуация. Не изменив всю конституцию, сохранили съезд народных депутатов как высший орган, высший ветчевой орган государственной власти и возникший президент всенародно избранный, тоже высший орган государственной власти. Будущим поколениям еще придется дать ответ на сложный вопрос о том, насколько был прав ельцин, разгоняя съезд народных депутатов. Но уже сегодня очевидно, что нынешняя конституционная система не может ограничить полномочия президента. И это означает, что 20 лет назад победила власть вертикали. Андрей Заокский и Максим Фоменко. Специально для телеканала 1612. Субтитры создавал DimaTorzok